Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Как правильно исповедовать блудные грехи? Поберегите, друзья мои, ваших батюшек, особенно монашествующих, от всех этих подробностей. Никому они не нужны. Кто, как, где, с кем и т.д. и т.п. не надо. Раскрывать содержание Камасутры не нужно на исповеди. Достаточно просто озвучить саму проблему. Если это в браке, это измена. Если вне брака, ну, блудные отношения. Если кратковременные, и ты уже прекратил или прекратила в них жить, это одна ситуация. Продолжаешь, это другая. Потому что тебя уже как бы исповедовать можно, а причастие уже ни-ни. Вот такие моменты надо проговаривать. То есть, насколько крепко это в твоей жизни. Тоже с рукоблудием. Если ты никак от этого не можешь избавиться, то духовник может даже наложить какую-то эпитемию. Как-то даже в чем-то ограничить. В чистоте причастия, допустим. Есть такая практика. Вот если хотя бы неделю воздерживался, или две, или месяц, ну, хорошо, причащайся. А если прямо ты вот все, и недели не продержишься, ну, тогда подожди. Ну, это личные истории. Под общий знаменатель их ни в коем случае подводить нельзя. Эти вопросы уж как-нибудь со своими духовниками решайте. Но смущать их какими-то подробностями не надо. Скажу вам по секрету, что если все-таки вам сильно хочется что-то узнать, не покаяться, а узнать, и не хотите смущать своего духовника или священника в храме, в котором бываете, то спросите у какого-нибудь известного интернет-миссионера. Вот задайте ему вопрос в личном сообщении. Не в прямом эфире, а то всякое бывает. И дети смотрят, не забывайте. А спросите, если в чем-то смущаетесь. Мы не склонны на широкую аудиторию говорить на эту тему, но в личных сообщениях что-то можем вам рассказать. Но батюшек своих не мучайте, фантазию их не бередите. Общими словами сказали, и с миром изыдем. Иди впредь, не греши. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...